Доброго времени суток! Продолжаем снимать обзоры, найду напитки и спортивное питание. Вновь у нас рубрика соус. Вот такой вот соус Луис Мартин с базиликом. Соус, вот уже вижу через банку, не очень мне нравятся крупные, что-то лук или что-то еще, ну ладно. Давайте разбираться. Значит, баночка 350 грамм, куплена в магазине Перекресток за 325 рублей. Что у нас здесь? Какая информация присутствует? Информация у нас присутствует следующая. Соус томатный с базиликом. Устав у нас входит пюре и мякоть томатов, овощи, лук, морковь, базилик, масло оливковое нерафинированное, масло подсуточное, сахар, соль, картофельный крахмал, вино белое, натуральный ароматный базилик, базилик консервант. Сделано, кстати, это все, вы говорите, во Франции, не в Италии. Это у нас Франция. Настольные продукты у нас 65 ккал, 3,5 грамм жиров, 5,7 грамм углей, 1,4 грамм белков. Вообще, с французскими соусами у меня есть тоже очень плохая, сколько я их не пробовал, разные абсолютно, мне они все не нравились. Ну, посмотрим, что будет с этим. Уже мне не сильно нравятся кусочки крупные. Значит, готовить мы будем понадобиться оливалина и макаронные изделия. Ну что, погнали. Итак, пока у нас готовится мясо и паста, откроем, понюхаем соус. Ну, запах ничего такой средненький, кисловатый, не сильно ароматный. В общем, пока первые впечатления не очень, но посмотрим. Итак, ребята, конечно, обычный соус, когда ем с макаронами и фаршем, я разогреваю двумя вариациями. Первое, добавляешь уже в готовый фарш, убавляешь огонь, добавляешь соус, кидаешь макарошки и даешь потушиться пару минут. Но поскольку в этом соусе я сомневаюсь, я просто, ну, то есть, его буду есть такой, просто размешаю, немного добавим. Я его просто попробую, потому что неохота блюда портить, вдруг он вообще несъедомый будет для меня. Ну, вот что я не люблю, крупные куски лука, чего-то еще, томатов. Давайте. Блядь. Ну, ребята, ну, как бы, это пиздец. Да, съесть можно, но никакого удовольствия вообще нету, я вот даже это перемешивать не хочу. Фу, блядь. Нет. Я еще хотел пармезанчика добавить сюда, придется. Нет, вот эту сторону я сейчас съем и сделаю с нормальным соусом. Не хочу я себе блюда портить, но вот смотрите, это все хрустит. Это очень твердые овощи. Ужасно. Кисло. Сам по себе очень кислый. Опять же, акцент на базилик. Помимо базилика здесь добавлен ароматизатор базилик, но я базилика вообще не чувствую. Только кислоту от томатов и хруст, блядь, на зубах. Ну, это просто пиздец. А не соус, блядь. Блядь. Хуже дал мне его. Реально. В общем, обзор получился коротким. Данный соус у меня получает 1 балл из 5. Я крайне не рекомендую, причем сколько он стоит? 320 рублей. Я бы за него и сотку не дал. Значит, смотрите, по вкусу. Кислый соус. Чувствуется очень сильная окислятина от томатов. Базилик почти не чувствуется, хотя акцент на базилик идет. И вот эти огромные овощи, которые хрустят на зубах, просто отвратительные. Просто дерьмо. 1 балл из 5 не рекомендую. Ну, а мы с вами увидимся в следующем обзорах. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok